Трансляция. Дорогие друзья, это прямой эфир, Боровой Лайф. Традиционный. Ему уже больше 30 лет. Мы начинали его с Валерией Ильиничной Новодворской. Так, перед вами Константин Боровой. Сегодня 9 апреля 2024 года. Я отвечу на ваши вопросы в ленте. Вот то, что вы сейчас задаете здесь. И заранее заданные вопросы. Давайте начнем здесь, потом переключимся на заранее заданные вопросы. Так, сообщите мне, все ли хорошо слышно. У нас было время, когда техника была не такой совершенной, как сейчас. И звук пропадал. Но благодаря вам, благодаря спонсорам нашего канала у нас сейчас техника хорошая. Вы можете звонить. Вот, значит, телефон надо включить. Смотрите. Можно звонить. Можно писать по WhatsApp. Так. WhatsApp. Да. Так. Давай. Что-то не могу поставить. Правильно. Хорошо. Значит, позвоните, я тогда отвечу. Так, Катя с Беларуси продолжает просветительскую деятельность по поводу белорусских художников, князей, поэтов, книгопечатников. Спасибо, Катя. Она занимается вот этим территориальным узлом. Беларусь, Польша, Литва. Очень интересная информация. Алекс Нормал. Психотерапия может изменить личность к лучшему. Какие заметные примеры работы над собой у психотерапевства вам приходилось встречать? Например, был слесарем, а стал начальником фирмы. Алекс Нормал. Алекс, я получал такое лёгкое образование в области психотерапии, семейной психотерапии. Я это использую, разные методики. Вот недавно многие заметили в интервью с Юрдашевским, я использовал эту гештальт, закрыл гештальт. Так, давайте посмотрим, что у нас с предыдущими, заранее заданными вопросами. Так, длинный вопрос по поводу сексуальной ориентации. Понимаете, я принадлежу, у меня нет позиции, я очень спокойно отношусь к тому, что делают сейчас, делается в Соединённых Штатах. Я принадлежу к тому поколению, когда, знаете, в начале, в сталинские времена, это же было просто уголовное преступление. Вот эти, это сексуальная ориентация нетрадиционная. Вот, ну, так сказать, людей, которые, это называлось, интересный был термин, говорили, манерный юноша. Значит, молодой человек, который, ну, не совсем мужскими обладал качествами в поведении. Вот, я спокойно к этому отношусь. В своё время большая группа обратилась к нам с Валерией Ильиничной, когда мы создавали партию с требованием включить в программу партии защиту сексуальных меньшинств. Как отдельный пункт, Валерия Ильинична выступила категорически против, я её поддержал. Мы защищаем права гражданских людей, но выделять какое-то одно право в позицию политической партии, западный выбор, мы не готовы были. Так, значит, очень много сообщений. Значит, я даже подумал, что это какая-то работа троллей по Осечкину, по Фегину. Я не знаком с Осечкиным. С Фегином мы находимся на, в некотором смысле, на противоположных позициях. Я выступаю против того, чтобы безосновательно обвинять людей в их связях с КГБ, с ФСБ. Когда Марк Солонин сказал, что Фегин пополняет задания ФСБ, я выступил против Фегин. Значит, когда Сакирка кто-то обвиняет, что он… Это самое распространённое обвинение со стороны троллей как раз ФСБ, троллей спецслужб по-российски в связях с ФСБ. Это ещё в 80-е годы в конце началось, когда молодых политиков, балтийских, КГБ обвиняло в связях с КГБ. Ну, мне кажется, что, вы знаете, этот тип предпринимателя без чётких политических ориентиров, позиций, он мне очень знаком. Я много имел дело с предпринимателем. У меня был такой руководитель регионального отделения в Мурме. На съезде выступал, всё правильно говорил, там как-то звонит мне, говорит, вот хочу пригласить Жириновского, помогите связаться с ним. Я говорю, это наши враги, это, ну, говорит, всё равно, да, интересно, он прикольный. Я вот Аллу Борисовну на прошлой неделе приглашал. Понимаете, вот такая непринципиальность, какая-то отсутствие политических ориентиров. Не очень хорошее образование. Вот все говорят, Осечкин, то есть не все, а кто-то там, что Осечкин выполняет задания ФСБ. Понимаете, вот у меня такое ощущение, что ФСБ не очень хотел бы иметь дело с Осечкиным. Потому что он, ну, он такой подвижный, мобильный, то он антимайдан поддерживает, то он демократию поддерживает. Они бы просто не успевали за ним. Понимаете? Еще был пример, значит, это 90-й год. Я возглавил вместе с известным правозащитником Сакирко такую организацию «Защита осужденных хозяйственников». И параллельно я создавал антикоммунистический альянс. И, ну, Сакирке говорю, давай, еще и здесь будем вместе. Он говорит, нет, я не против коммунистов. Я говорю, так ты можешь за социализм? Говорит, да. Мне нравится социализм. Понимаете, предприниматель, который получил там, он прилично отсидел в тюрьме за предпринимательскую деятельность. Ему нравится социализм. Ну, абсурд. Вот Осечкин какой-то такой тоже. Если он и мутный, то, ну, вот в этом смысле. Тут его кто-то называл мутным. Клауди Йоко. Смерть Навального поставила последнюю точку в создании России тоталитарного режима. Ну, Клауди Йоко. А смерть Лимонова не поставила последнюю точку. Ну, то же самое Лимонов. Та же самая схема в деталях совпадающая. Лидер оппозиции, он себя называл, его называла пропаганда. Лидер революции, лидер молодежи. Выводил молодежь, говорил, что это им полезно сесть в тюрьму. Ну, а потом вышел на Васильевский спуск и сказал, что поддерживает Путина, поддерживает захват Украины. Ну, Навальный не дожил до этого момента. У них там сейчас очень сложный переходной процесс. Понимаете, это была очень эффективная борьба с оппозицией. С помощью Навального Кремль разрушила оппозицию. Сейчас Юлия Навальная, по-моему, не хочет заниматься этим. Боится. Волков совершенно не подходит для роли лидера. Да, Серый Кардинал там, управление финансами, да. Илья Яшин, который претендовал бы на эту роль, ну, тоже такой какой-то, я не хочу его обижать, но он не лидер, нет. Там сложно, у них тяжелый период. Еще один вопрос. Это у нас Клауди Йоко. Касается причин войны. Не лежат плоскости идеологии или имперских амбиций. Сразу после захвата Крыма мне попадалась публикация, в которой говорилось о наличии на территории юго-востока Украины крупных месторождений газа. Запасы вторые после Газпрома. Украина пошла за нарамочное соглашение с американским компаниями. А дорогой Клауди Йоко, вы себе представляете, сколько зала вторая причина, третья, как он пришел к власти, начав войну, начав войну с Чеченской республикой, начиная взрывы домов. Ну, так он и пытается удержать эту власть. В общем, та же технология, ничего нового. Карп о горе. У нас, кстати, сегодня 45-50 минут. Я дальше интервью кое-то. Хочется задать простой вопрос, а может не самый, может и самый сложный. Как цивилизованные страны поставили себя на грань мировой, возможно, атомной войны? Как позволили бледные моли из Питерской подворотни терроризировать, разрушать и убивать людей? Что же это за цивилизация, в которой преступники в коррупции и взятке устраивали травлю одного из лучших президентов Америки? Трамп имеется в виду. Неужели нужно довести все до невозврата и гибели ужасающего количества людей? Почему абсолютно безнаказанно пропалестинские протесты, парализуя предприятия района страны? Почему мир не встал на защиту тех, кого убивают нелюди? Ни на один не могу ответить. Много вопросов. Единственное, что приходит в голову, демократия себя давно изжила, как социальная система. Ну, нет. Дорогой кар по горе. У нас с вами много примеров, ну, варварства, более агрессивного, там, Гитлер, большевики, Ленин. Между прочим, и Гитлер, и большевики пришли к власти законным путем сначала. Учредительное собрание в России, потом Петросовет сотрудничает с временным правительством. Ну, то есть, ну, такая цивилизованная форма существования. А потом переворот. То же самое Гитлер. Ну, то, кстати говоря, то же самое при Путине. Он пришел к власти законным путем. А потом захватил власть и превратил все это в авторитарный режим, диктатуру. То же самое в Соединенных Штатах. Пришли к власти социал-демократы, социалисты, которые начали отменять демократические принципы, идеи, так сказать, концепции Соединенных Штатов как государства. Выборы отменили, фальсификации на выборы, но совершенно не американское явление. Так что все в состоянии колебаний. А со временем, я думаю, что все вернется на круги своя. Ну, вот уже вроде бы возвращаются к власти республиканцы в Соединенных Штатах. Это изменит мир в лучшую сторону. Поверьте, в этом нет сомнений. Я думаю, что демократическая партия США, социал-демократическая, сделает все возможное, чтобы не допустить этого, будет сопротивляться. Мне кажется, уже народ Соединенных Штатов наелся этой властью. Так, «Холодная война-2». Ну, длинный вопрос. Константин Натанович, «Советы внуку, которые вы, где вы их напечатали?» Я повторю этот пост. Там главный совет, на который я обращаю внимание, относиться скептически к главным аргументам, главным позициям, к основному потоку. Вот если вы видите, что какая-то позиция, какая-то идея становится вдруг доминирующей, ну, вот необходимо к ней относиться скептически. Версия. Версия теракта. Там, ИГИЛ или Украина. Ну, это в «Кокус-Сити-Холле». Значит, о, хороший очень вопрос. Я его хотел зачитать. СТ. Я не знаю, что это СТ. Это старшина, старший лейтенант. Не знаю, когда же ты, наконец, сдохнешь, Боровой, отправишься к своей подруге на Водворске. Я… Это хорошая тема. Я… У меня нет сейчас возможности долго на эту тему говорить, но я благодарен этому старшине или старшему сержанту за то, что он доказывает мне полезность, эффективность того, что я делаю. У меня, кстати, есть теория насчет… О! Алло! Алло! Да-да! Константин Натанович. Да, я слушаю. Да, здоровья вам, здоровья. Калифорния беспокоит, Сан-Франциско. У меня к вам такой вопрос возник. Могу задать, да? Давайте, давайте. Вас все слушают. Прекрасно. Значит, Михаилу Юрьевичу Геллеру дали сейчас инагента. Вам, я знаю, тоже дали инагента. Почему, Михаил… И вы, вроде как, гражданин России остались, я так понимаю. Почему Михаил Юрьевич как гражданин Эстонии, и он говорит, что он, вроде как, не гражданин России, и в то же время выставляет вот эту плашку, когда он выставляет какие-то свои передачи, что он является инагентом, как бы подтверждает это все. А вы, вы вот не выставляете, вам наплевать на них, на всех. Я, как бы, поддерживаю вашу сторону. Вот вопрос такой, почему он не гражданин России, и все равно вытаскивает эту плашку на… в начале своих передач. Хорошо, сейчас отвечу, секундочку. У меня этот вопрос, кстати говоря, несколько человек задали. Михаил Веллер, инагентом его назначили. Почему он выставляет плашку, и почему его инагентом назначили гражданин Эстонии, а не России? Мне кажется, они ленивые стали, просто не проверяют. Знаете, им нужно там в пятницу, каждую пятницу дать некий набор инагентов. Ну, вот они и дают. Он писатель, пишет на русском языке, русский писатель. Они даже не проверили, гражданин он России или нет. Но тут есть еще один момент, понимаете. Иноагент – это ограничение в финансировании. То есть издательство, которое собирает для Михаила Веллера деньги, они фактически встают в позицию отношений с врагом России. Но это была, безусловно, попытка помешать ему получать деньги. И то, что он размещает плашку, ну, там у него, видимо, есть счета в России, куда перечисляются. Он по-русски пишет. Ну, я его очень хорошо понимаю, многие агенты, вот, Виктор Шендорович, у них собственность там есть в России, дача. Если человек не признает, что он иноагент, не размещает эту плашку, его могут штрафовать, на его собственность могут накладывать аресты, счета могут блокировать. Ну, я понимаю Михаила Виктора и Шендоровича Виктора, они не хотят этого. Вот, так что, а мне плевать. Я этих ребят не боюсь и сотрудничать с ними не собираюсь. Они могут мне навредить, пусть вредят, я не против. Вот, значит, мы говорили о бессмерти души, да. Значит, у меня есть некоторая модель. Я считаю, что каждая личность при появлении, она создает, каждый человек, некоторую, отлично от всех остальных, ну, информационную конструкцию. Можно это называть душой. Она гимнет, конечно, с гибелью человека. Но если где-то есть, не знаю, инопланетяне, высшие существа, я на их месте коллекционировал бы, собирал эти информационные образования, личности. А, значит, вот, почему мы проводим там по всяким сложным вопросам конференции, собрания, дискуссии. Нам нужны различные мнения. И каждая такая личность в информационном смысле, она уникальна, у неё своё мнение. Ну, а сейчас у нас ведь стоят огромное количество вопросов, которые нужно решать. То есть, глобальное потепление, в какой степени оно связано с деятельностью человека. То, что печатают сейчас эти, публикуют псевдоучёные о том, что, да вот мы примем решение и на полтора градуса Цельсия изменим температуру на Земле. Ну, бред это, это невозможно. Понимаете, это или там я недавно прочёл, что меняются оси вращения других планет. Значит, мы можем повлиять на это. Есть люди уникальные, понимаете, информационная уникальность которых, ну, просто интересно. Если была возможность сохранять их на каких-то носителях, там, в составе искусственного интеллекта, ну, я бы это делал. Савонаролла. Или там пророки какие-то. Конец света. Ну, это ладно, бог с ним. Так, возвращаемся. Так, я возвращаюсь. Так. В ленту. Я сразу запишу после интервью, сразу ответ на вопросы ваши. Продолжайте писать, не волнуйтесь. Психотерапией мы это прошли. Генерал Власов. Патриот или предатель Родины. Александр Маломанов. Александр. Это слишком упрощённый взгляд на вещи. Понимаете, либо патриот, либо предатель. Безусловно, он в сотрудничество с нацистами, ну, очень испортил свою, так сказать, биографию. Но этого нельзя делать. А с другой стороны, у него было намение противостоять Сталину другой форме фашизма. Использовать один фашизм в борьбе с другим. Вы знаете, вот почему нету простых ответов? Я статью такую, я даже опубликовал. Это различные виды оппозиции. Юрий. Алло. Алло. Срывается. Нет. Это из Москвы, по-моему, звонок. Юрий Разимовский. Почему-то с вами плохо соединяется, Юрий. Пишите, пожалуйста. Да. Так вот, статья. Я там показываю, как в трёхмерном пространстве, на самом деле оно многомерное пространство, располагаются различные оппозиционеры. Вот даже в трёхмерном пространстве, если его определённым образом повернуть куб, то на одной линии, то есть совпадающие позиции могут оказаться у политиков очень разных. Поэтому вот этот упрощённый взгляд – предатель или герой. Слишком упрощено. Он и предатель, и герой. Так бывает. Значит, то, как они спасали Прагу – это героический поступок. При том, что было ясно, что их всех расстреляют, уничтожат сталинские соколы. Так, можно назвать преступниками тех, кто отдал ядерное оружие из Украины под мифический Будапештский меморандум Кравчука и прочих. Спасибо за ответ. Вася, дорогой. Значит, возникает переходный период. Советский Союз рушится. Можно было бы, ну, теоретически, передать это оружие ядерное Белоруссии отдельно, отдельно Казахстану, отдельно России, отдельно Украине. Да, но вероятность развития… Алло. Алло. Константин Атанович, здравствуйте. Доброе утро, вам здорово. Константин Атанович, это Радимовский из Польши. Я, в общем, Константин Атанович, вот что у вас хочу спросить, вы в курсе? Вот у вас такие известия есть, что в феврале месяце Зеленский со своей супругой… Все, 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 извините. Зеленский купил недвижимость за 25 миллионов долларов. И что? Я думаю, он богатый человек, заработал этим кварталом. Ну, это, знаете… Я это обсуждать не хочу, но перестань. Ну, что это? Ну, что это за социалистические, коммунистические эти потуги? Он купил. Какое он имел право купить? Богатый человек, он заработал. Чего хочет, то и делает. Так. Сам Занарина Хатарамада в интервью заявилась, что демократия в РФ показала свою неэффективность. Простые люди не стали жить сытой, богатой, и режим Путина не так уж и плох. Согласен ли я с этим? Нет, конечно, я не согласен. Я уже говорил, я был влюблен в Ируб. Я сейчас к ней отношусь хорошо, но она как политик, ну, никто. Ну, дурочка. Я ее пытался корректировать, воспитывал, ориентировал, но когда у нее появилась возможность, она освободилась от меня, плюнула в мою сторону, сказала, что я авторитарный руководитель. Я за нее не несу ответственность, но она милая дурочка, не политик. Она побывала, значит, после меня, после партии экономической свободы, она была с Борисом Федоровым. Это партия «Вперед России», такие патриоты-демократы. Потом с Борей Немцовым. Ну, побывала там во всех демократических партиях. И каждый раз мне они все, Боря Федоров, Боря Немцов, там, все остальные высказывали, Михаил Михайлович Касьянов, высказывали претензии, ругались, страшно, называли ее нехорошими словами. Она милая, я ее любил когда-то, я о ней гадости говорить не хочу, но в политике она никто. Так, Женя. У нас в Крыму построены новые дороги, обновлены садики, школы, улицы чистые, власти выделяют деньги. При Украине была разруха, однако грязь. Крымчане реально не хотят назад в Украину. У меня другие сведения, во-первых, Женя, по поводу ситуации в Крыму. Что там чекисты действуют, отнимают собственность, чеченцы. Там процветает бандитизм. Ну, может быть, дороги там и появились. Хотя, ну, я помню, в советские времена там тоже было как-то не очень плохо с дорогами. Они ремонтировались. Предательство иногда хорошо оплачивается. Это правда. Но из этого не следует, что предателям быть хорошо. Предавать свою родину. Так. Насчёт Жириновского. Вячеслав Вадимович. Или Вадимович. Его сотрудничество с КГБ ФСБ. Насколько было плотно. Он же в Думе в 99-м про взрывы Волгодонский орал. Что это было? Ну, Владимир Вольфович Жириновский, лидер партии, либерально-демократической партии Советского Союза, она создавалась Комитетом государственной безопасности. Об этом было написано много. И Яковлев Александр Николаевич писал об этом. В этом нет никаких сомнений. Но когда он стал лидером фракции, депутатом, их отношения перешли из, так сказать, подчинения. Он перестал быть подчинённым КГБ, ФСБ. Вот. Они стали отношениями сотрудничества. Отсюда его такое независимое от них поведение. Но он не порывал с ФСБ никогда. Вот. Смотрим дальше. Мила. А в каком году в РФ была демократия? Это не ко мне, а к Самсону. Я считаю, что демократия в России, возможности для демократии возникли в 91-м году, когда мы победили ГКЧП. И до 95-го года, когда развернулась Чеченская война первая, возможности были. Были разные, так сказать, силы, которые пытались сделать из России изолированную такую империю. Были силы, которые двигали Россию к демократии. Ну вот, это короткий период, безусловно. Оставались какие-то надежды и после 95-го года. В конце концов, мы остановили Чеченскую войну. Шансы на восстановление демократии были и после 95-го года. Скажем, после 97-го года, после Советского соглашения. Но тоже Ельцин не воспользовался. Очень боялся за себя, за семью. Демократия – это не когда садик и дорога отремонтировать, а когда права человека – свобода его возможностей. А садик при диктатурах отремонтировать можно. Абсолютно согласен с милой. Гитлер, пытаясь бороться с безработицей, начал строительство. Прекрасное строительство дорог. Так, вот кто-то вопрос задал. Ладно, потом я включу этот вопрос в ролик. Так, как управлять рабами. Там все про это сказано. Мила пишет. Посчитайте книгу Донора. Да. Когда откроют границы между РФ и Украиной. Миллионы родственников не могут увидеть друг друга. Иван Волков. Давайте закончим войну как-нибудь. Вот. И тогда, конечно, книгу Ханрарин «Банальная зла». Да. Очень хорошие рекомендации, кстати говоря. Прислушайтесь к этому. Так. Юрий Бенеев. Так. Иван Волков. Сегодня можете в Польше встретиться. Да. Все правильно, мило говорит. Доктор математических наук. Это Юрий Бенеев. Такого не бывает. Физмат науки есть. Вы просчитались выборами 19-м Зеленску в президент. Нет. Юрий, я не считаю, что я просчитался. Я считаю, что это был правильный. Хороший выбор народа Украины. Зеленский совершает ошибки. И, слава Богу, мы его критикуем, пока это возможно. И, насколько я понимаю, эта критика доходит до ушей граждан Украины. Так что я не считаю, что я ошибся в 19-м году с Зеленским. Тем более, что тогда было такое очевидное противостояние. Зеленский или Порошенко. Я не хотел бы, чтобы Порошенко победил тогда. Антонова политолога Кирилла Рогов у Дымарского про Трампа. Трамп, саботируя помощь Украине, помогает Путину захватить территорию Украины, чтобы после окончания войны ему, Трамп, выглядеть миротворцем. Антонина Элайза. Трамп в оппозиции. Он не занимает никакой должности. Как он может саботировать помощь Украине? Помощь Украине саботируют демократы. Закон о ленд-лизе позволял демократической партии поставить Украине столько оружия, сколько нужно. Да, победить Путина, дойти до Кремля, провести парад на Красной площади. В этом не заинтересована демократическая партия Джо Байдена. Искать в этом вину Трампа, ну это, по крайней мере, нечестно. Когда продолжение дискуссии с Потапенко. Интересная его аргументация. Живущему предпринимателю в РФ, сам сталкиваясь с идиотизмом законов и читовников. Вы знаете, я во многом не согласен с Потапенко. Я показал его, так сказать, в дискуссии с собой. Понимаете, как? Я не хочу обличать моих оппонентов. Я даю им возможность высказаться у меня. То, что я делаю, это для рассуждающих, мыслящих людей. Вот некоторыми, так сказать, инструментами тонкими. Я намекаю на свою позицию, позволяю ее сравнивать с тем, что высказывает мой гость. Так, Юрий БНФ. Вы меня упрекнули в том, что вам написал книгу про протокол съемки под лицом, которая была издана в 1903 году. Юрия, она была издана охранкой. Охранкой, которая провоцировала антисемитизм в огромной Российской империи. Да, в 1903 году. Сегодня мы имеем огромную страну, которая в Соединенные Штаты, которая фактически образовалась силами вот этой эмиграции из Российской, мощнейшей, из Российской империи в результате антисемитских погромов. Зеленский и Путин, Толик пишет. Немедленно прекратите убивать свой народ. Вы оба доказали свою профнепригодность и должны оба сидеть в гараге в одной клетке. Толик, довольно распространенная позиция пропагандистов, троллей. Значит, Путина, настоящего преступника, варвара, садиста, сравнивать с Зеленским и говорить, что оба виноваты в этой войне. Если бы эта война была начата Зеленским или в результате его действий, то, может быть, это имело бы смысл. А так это чисто пропагандистская установка, не очень глубокая, мудрая. МАГАТЭ подтвердила взрыв беспилотников в территории Запорожской АЭС. Россия совершает очень осторожные действия в этой войне. Совершает преступления, в общем, чего там. Называет вещи своими именами. США призывают Израиль пойти на уступки в переговоры по сектору газа. Байден придет, порядок наведет. Говорили они. Ну, тут даже добавить ничего нельзя. Виктория Каштаненко. Кирилл. Кова вероятность того, что Россия в 2024 году сможет захватить Харьков? Сколько процентов даете вы на то, что это может произойти? Кирилл. К сожалению, я даю на это 90%. Они хотят это сделать для своих пропагандистских задач. Захватить, захватить, возможно, часть руководства Украины, начать его судить за нацизм, фашизм, за людоед, за что угодно. В своих пропагандистских целях вероятность захвата Харькова очень велика. И они подготавливаются к этому. И судя по тому, что Путин в Китае собирается быть в мае, я думаю, что до июня это произойдет. Может быть, они захватят Киев. Мои призывы к очень неприятному действию, которое я назвал капитуляцией, на самом деле к переговорам, они связаны именно с этим. Но руководство Украины не очень прислушивается. И ничего страшного. Может быть, у них есть право совершать собственные ошибки. Понимаете? Пусть совершают. Зеленский назвал критически важной военную помощь США. А также призвал Верховную Раду как можно быстрее принять закон о мобилизации. Наконец-то в Белом доме появились взрослые люди. Говорили они. Я не знаю, что имелось в виду. Белый дом пока не изменился. Власти социал-демократов Соединенных Штатов. Которые не хотят победы Украины. И которые не хотят поражения Путина. Которые остановили помощь Украине. Я не знаю, что вы имеете в виду. Так, Виктория. Ситуация на поле боя остается сложной. Виктория, она не сложная. Она катастрофическая. Но все попытки российской армии порваться к населенному путу. Часов яр, потерпели неудачу. Сообщил Александр Сырский. Это пока оппозиционные действия. Когда Путин примет решение наступать. Это будет глобальная атака. И мы об этом и знаем. Очень быстро. И, к сожалению, Украине нечем защищаться. Вот реальность. У Украины нет достаточно оружия. Для того, чтобы противостоять агрессивным действиям России. Александр Сырский тоже занимается этой пропагандой, оптимизмом. Это хорошее дело. Но не сейчас. Не в состоянии опасности. Высокой степени. Все. Последний вопрос. Новые лидеры Левой Японии и Кореи смогут сделать из этих прекрасных стран. О, это длинные очень вопросы. В стране совсем. Какие перспективы у Израиля? На ваш взгляд, Жанна Бона. Жанна. Израилем руководит очень мудрый политик Пенеамин Натагер. Который ему удается лавировать. Вот в этих сложных условиях, когда Байден, демократическая администрация, предает их. Я надеюсь, что ситуация существенно не ухудшится для Израиля до 20 января 2025 года. Тогда у власти будут, с большой вероятностью, будут республикации. Которые помогут Израилю сохраниться как государству. А демократы, социал-демократы отойдут от власти. Я очень надеюсь, что в Конгрессе они будут доминировать, республиканцы. И весь этот эксперимент Обама-Байден с социал-демократами будет вспоминаться как страшный сон. Надеюсь на это. Не уверен в этом, но очень надеюсь. Все, друзья, спасибо. У меня интервью. Значит, я запишу ответы на все оставшиеся вопросы. Очень подробный ролик. Не волнуйтесь. Если хотите, продолжайте размещать вопросы. На все отвечу. Спасибо. До следующего вторника. Не помогайте каналу, если он вам не нужен. И я его закрою тогда. Все. До следующего вторника. Спасибо. 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 Спасибо.